В Китае миллионер Хэши Хуа купил футбольный клуб Первой Лиги Китая и включил в состав команды своего 126-килограммового сына. Однозначно батя года. На ворота его. Когда твои демоны тебя охраняют. Кто пишет это черти? Демон спит. То чувство, когда на контрольный попался очень легкий вариант. И ты все равно получил два. Нет, эта училка проверяет свою домашку. Черную полосу всегда сменяют белая. Если сегодня вас укусила злая собака, не волнуйтесь, завтра укуси добрая. Отпуск 2021. Привитые, непривитые. Назовите что-то законное, но по ощущению как будто незаконное. Просить вернуть деньги, когда у тебя занимали. Выходить из магазина без покупок. Резко сменить направление на тротуаре в обратку. Просить обменять некачественный товар. Парень, баба, тёлка. Мужчина, девушка, женщина. Алкаш у подъезда. Мадемуазель, цвет моих очей. Это же начало лолиты. У Набокова, по-моему, да? Солнышко, леди, мадам, красавица. Дай пять рублей. Нет, нет, дальше уже не Набоков. Что мне говорят? У тебя есть три недели. Что я слышу? У тебя есть один день через три недели. Господи, ну почему я такой? Ну ты такой не один. Я тоже такой. Друзья, если вы такие, ставьте лайк. Да, я слышал процесс на коронавирус. Интересно, можно ли найти ответы в интернете? Я в 16 лет. Никогда не буду ворчать не за каждой копейки, как взрослые. Я сейчас. В смысле десяток аиц по 100 рублей? Вы там совсем пофигевали? Это же грабёж средь бела дня. Я сейчас уже прокачался такого уровня, чтобы спорить с кассиршей, если акционный товар пробили по полной цене. Если бы моя мама открыла забегаловку, я в чё дали. Всем привет, друзья. Я Макс Максимов. Вышла моя книга «Обмануть вселенную». Вышла. Уже не предзаказ. Она уже вышла. В магазины. Ссылки в описании. Пока что на Лабиринт и на Бук-24. Это фантастика с элементами детектива. Рекомендую ознакомиться. Я думаю, вам понравится. Желудок 23.00. Слушай, мозг, закинь меня чего-нибудь покушать. Что-то питательное, но лёгкое, чтобы сполуть хорошо. Мозг. Может, картошечки нажарим? Желудок. Да, салом и селёдочкой под пивко. Мозг идеально. Я. Новые твари. Китай. Отчитался, что почти достроил точную копию Титаника. Вчера же от Антарктиды откололся самый крупный айсберг в мире. Кажется, 2021 год готовит нам ремейк. Кто-то пишет. Надеюсь, хотя бы в этот раз Лео залезет на эту чёртову дверь. Сынок, привет, я дома. Окей, Гугл. Разморозить курицу за секунду. Не, сынок, всё в детдом. Я использовал физику, чтобы попытаться уничтожить физику. Настоящая причина, из-за которой не рекомендую делать МРТ во время беременности. Дароу. Да ладно, по-моему, очень мило. Недавно для себя подметил, что в современной музыке так много странных звуков, чтобы понять, всё ли в порядке с двигателем или подвеской, и не оттуда ли раздаётся этот шум. Блин, двигатель пердит. Кажется, накрылся. Или это Моргенштерн поёт? Ну, кстати, напердеть и попасть при этом в ноты тоже можно. Эй, урод, мы расстались год назад, и тут я узнаю, что ты дальше играешь с моим отцом в шахматы в мессенджере. Прекращай! Настоящие шахматисты знают, что потеря королевы — это не повод бросать короля. Действительно. Акулы убивают 10 человек в год. Коровы убивают 20 человек в год. Вот мне интересно, как коровы убивают людей? Ты такой стоишь, корова заносит над тобой нож. Такая тебе умри. Ты такой, нет, за что? Ладно, шучу. Врачи назвали шаурму полезной здоровой пищей. Они утверждают, что шаурма является полезным перекусом, в ней есть всё необходимое для организма. Мясо курицей, низкокалорийные соусы и свежие овощи. А, друзья, самое важное, на канал-то вы подпишетесь на мой или нет? Если вы первый раз меня видите и смотрите это видео, подписывайтесь и посмотрите мои другие ролики. У нас весело. Ты одежду постирал? Мы завтра выезжаем. Если нет, успе постирать хотя бы белые, чтобы высохли цветные, я постираю там уже. Я всё закинул, всё влезло за раз, так что не переживай. Вот так в этой истории обычная стирка стала причиной убийства. Он закинул белое вместе с разноцветным. Сейчас приедет, наверное, мама и... Потом приедет Каневский вести свою передачу. Когда я выйду на пенсию, у меня будет маленький домик у озера. Единственный домик у озера, который я могу себе позволить. Я уже в том возрасте, когда плохая подушка может сделать меня калекой на пару недель. Мать, неси ортопедическую! Время никого не щадит. Это называется прогресс, всё в порядке, нечего расстраиваться. Понастальгировали чуть-чуть и всё. Не плачь. Американский Макдональдс повысил зарплату. И теперь даже самый низкооплачиваемый сотрудник будет получать от 1760 долларов в месяц. Этого сотрудники добились благодаря массовой забастовке. Зарплата 1760 долларов это больше 130 тысяч рублей. Больше чем у 97% россиян. Как дела россияне, говорит нам работник Макдональдса? Да пошли вы в жопу. Чё ещё тут сказать? Сами комментируйте этот момент в комментариях, как хотите. Просто пришёл на рынок, просто выбираю яблоки. Утки в попу 10. Себе в попу засунь, пёс! Говорит утка. Ну нет, это типа блюда там. Кабан в рту с яблоком. У утка в попе с яблоком. Нормально всё. За два часа в Магнитогорске не увидел ни магнитов, ни гор. Два с десяти. Не рекомендую. Это пишет. Череповцы не встретил ни овец, ни черепов. Кидал его они путешествия. А вот в Волгограде увидел и Волгу, и Град. Но город всё равно говно. Нет, город не говно. Это город-герой, между прочим, Сталинград назывался он. Скиньте денег, я куплю плоский живот на Яндекс.Маркете. Плоский живот? Найди нашли тебе два товара. Мам, может быть ты расстроишься? Я не хочу тебе говорить вживую, поэтому напишу. Я рассталась с Андреем. А ты расстроена? Я не очень. Окей, купи сыра. И нечего по пустякам расстраиваться. Ну да, это нормально всё. Не хочешь меня со школы забрать в пять? А то там дождь. Не хочу. Плохо. Жди. Чего ждать? Хорошей погоды. Батя Года ещё один. Мой пятиступенчатый план на жизнь. Первое, окончить универ. Второе, третье, четвёртое. Пятое, быть нереально успешным. Великолепный план. Надёжный, как, блин, швейцарские часы. Повзрослел. Это когда впервые досидел до конца семейного застолья, да ещё и с удовольствием. Кто-то пишет, повзрослел, это когда пытаются усмирить не пьяного батю, а тебя. Полиздраться на бабку. Павел Дуров заявил, что компания Apple продаёт старое железо по сверхценам, а все яблочники — это цифровые рабы, которые им позволено позвольствоваться приложениями только из магазина своего хозяина. Я ведь не поспоришь. Ой, чуть не наступил на какой-то... Ну, грубовато звучит, но доля правды всё-таки в этом есть, потому что цены у них реально завышенные. Учителя, вероятно, единственные люди, которые используют почти всё, что они узнали в школе почти каждый день, да. А что, если школа готовит новых учителей? Просто напоминаю, что ровно два года назад для нас всех самой главной проблемой был хреновый финал «Игры престолов». Кто-то пишет, походу именно после хренового финала «Игры престолов» всё остальное в мире тоже полетело туда, откуда мы рождаемся. В Калифорнии женщина случайно постирала лодрейный билет, который оказался выигрышным. На 26 миллионов долларов! После стирки билет пришёл в негодность, а ведь счастье было так близко. Футбольный комментатор Георгий Черданцев пожаловался, что зарабатывает до смешного мало. Он сказал, что от его зарплаты в 600-800 тысяч рублей в месяц не остаётся никаких накоплений, и всё уходит на сиюминутные нужды. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Кто-то пишет, у него очень распространённая болезнь, он охренел. Друзья, было немножко не так. Он сказал, что его зарплата гораздо меньше, чем у его западных коллег. Мем тут немножко приукрасил. Пару месяцев назад я узнал, что люди, которые рождались глухими, но в старшем возрасте восстанавливали свой слух, ожидали, что солнце будет издавать звуки, и теперь я не могу перестать думать об этом, ну типа да. Травка шуршит, водичка шуршит, воздух шуршит, деревья шуршат, птички тоже шуршат. И он такой, ну наверное та жёлтая хрень в небе тоже должна как-то шуршать. А она не шуршит ни хрена. Водитель прибыл на место. Я подъехал, стою у шлакбл... Чё? Шлакоблаунда. Кто-то пишет, мне виски, а моей даме шлакоблаун... 1891 года, пожалуй. Ну вот, друзья, мы с вами узнали название какого-то элитного пойла. Теперь можно будет понтоваться в компании словами такими. Часть мозга, привыкшая к жизни в Москве. Ну, 12500к на кофе в месяц, это не так уж и много. Часть мозга, помнящая жизнь в Челябинске. Ты охренел? На эти деньги можно месяц прожить в Челябинске. В Москве тоже можно прожить на эти деньги месяц, если чё. В Ставрополье перефразированные цитаты Достоевского сравнили с тварями тех, кто не вакцинируется. Местным жителям такая реклама пришлась не по душе и сработала не в пользу вакцинации. А может, они отсылку не поняли и подумали, что их обзывают? Друзья, не забудьте, обмануть вселенную вышло в продажу. Кто интересуется моим литературным творчеством? Милости просим, читайте. Фантастика. С элементами детектива на этот раз. Всех вас люблю, спасибо за просмотр и пока-пока.